Приветствую вас! Давайте разберём ваш текст, который вы написали. Значит, я его прочитал и, значит, отвечу на ваши вопросы. Сначала, потом дам небольшой комментарий. Мужчина ведёт себя так, потому что, а, он не уверен в себе, б, он не принимает своих критериев выбора. То есть, что это значит, да? Что это значит? Это означает, что человек, когда что-то делает, например, когда он, допустим, решает не поздравлять вас с праздником, допустим, когда он решает этого не делать, он в этом не уверен. То есть, его самого гложет чувство вины, скорее всего. И именно по этой причине он виновата в том, чтобы перед вами извиниться. И именно по этой причине он так, значит, ну, так действует, да? Это первое. Второй момент, который я хотел бы раскрыть, это то, что у мужчины нет ярко выраженных целей. То есть, сам для себя свои цели при принятии тех или иных решений, мужчины, скорее всего, не видят, не оформляют ярко выраженным, да? Далее. Второй вопрос. Стоит ли обращать внимание на такие мелочи? Здесь многое зависит от вас, от того, как вы сами считаете, от того, какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой, и от того, на что вы рассчитываете в отношениях. Потому что такой мужчина, вот как ваш, да, при такой его стратегии, что он извиняется постоянно. Он, скорее всего, не очень надежный человек, не очень стабильный человек, и рассчитывать на него в трудный момент, да? Скорее всего, нельзя будет. Кроме того, такой мужчина, он будет нуждаться в вашей вероятной поддержке, в повышенном, да? У него будут завышенные требования вашей поддержки. Вот. Значит, что, соответственно, тоже понравится может далеко не каждому человеку. То есть вам может быть просто банально неприятно, просто банально неприятно то, что мужчина ведёт себя вот так. То есть соотнесите последствия такого его поведения, да, значит, с тем, что вы хотели бы видеть у своего мужчины, с тем, что вам, с тем, как вы, значит, его чувствуете, с тем, как вы его воспринимаете. Вот. И, уже исходя из этого, решите, значит, стоит обращать внимание на такие мелочи или не стоит. Дальше идём, значит, следующий момент, который я хотел бы раскрыть перед вами. Это момент, который касается... Так, одну секундочку, сейчас я немножко... Ну так. Так. Что это говорит о его характере? Да? О его характере я, в принципе, вам уже сказал. Что этот человек неуверенный, ветреный, нестабильный, который, значит, сам не всегда знает, что ему нужно. Вот. То есть не всегда отдаёт себе отсчёт с том, с чего хочет. Вот. По характеру мужчина может быть мнительней, да, вот. То есть может себя подозревать, а на всём беспокоиться, бояться. Вот. Он может быть вспыльчивым, то есть излишне эмоциональным, и ему может не хватать, не хватать мужественности. Вот. Так же, человек, который изменяется, часто испытывает чувство стыда, а значит, он себя не принимает полностью. А значит, он себя может подавлять, что впоследствии может привести к тому, что он будет срываться, срываться, ну, куда-то. Да. Срываться куда-то, срываться на что-то. Вот. И это может причинить вам вред, негатив, боль и так далее. Почему вас задевает то, что он так себя ведёт? Да. Почему вас это напрягает? Потому что у вас возникают мысли о том, не недооцениваете ли вы себя. Вот. У вас возникают такие мысли. А это, в свою очередь, говорит о том, что вы, значит, не уверены в себе и также можете испытывать проблемы с самооценкой. Вот. И я полагаю, что вам сперва нужно для себя решить, что же вы хотите и каких отношений вы хотите. Да. Вот. Чтобы не появлялось мыслей о том, может со мной что-то не так и так далее. Вот этих мыслей, чтобы их не было вообще. И тогда уже, в принципе, я полагаю, будет гораздо лучше, чем, вот, собственно, сейчас. Но это связано, опять же, не столько с ним, сколько это связано с вами напрямую. Это связано именно с вами. И работать, соответственно, значит, работать, соответственно, нужно именно с этим, именно с вами. Да? Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.